Если хотите драться, я с вами разберусь. Именно таким решительным и непреклонным перед препятствиями судьбы или соперниками и запомнили великого Брюса Ли миллионы его фанатов по всему миру. Спустя 45 лет после его смерти Брюса по-прежнему признают величайшим мастером боевых искусств истории и главным вдохновителем целого поколения. Добиться настолько многого, переосмыслить жанр кинематографа и в принципе познакомить массового зрителя с истинной красотой и эффективностью боевых искусств и все это за 32 года жизни – это поистине непостижимо. Брюс действительно умер слишком рано, не успев воплотить множество проектов, но именно его внезапная и преждевременная кончина породила вокруг его яркого образа множество мифов и легенд. Отмечу, что это не пересказ биографии Ли. Скорее попытка взглянуть на жизнь великого мастера и яркой личности глазами тех, кому посчастливилось знать Брюса лично, тренироваться с ним, работать на съемочной площадке и разделить с ним его философию отношения к миру и уникальный стиль ведения боя и понять, где в историях Ли кроются обманы, домыслы, а где невероятная правда о легендарном бойце. Значительное влияние Брюса на киноиндустрию и то, что он по сути стал родоначальником файтинг-фильмов, было предопределено его талантом и свежим взглядом в отношении единоборств. Особый, максимально реалистичный подход Ли к постановке Сендрак был обусловлен его опытом времен юношества, когда Брюсу, который состоял в местной банде, нередко приходилось отбиваться от нападений на улице, причем зачастую его противники орудовали холодным оружием и цепями. Ранний стиль бойца представлял собой смесь тай-чи, который практиковал его отец, известный комик, а также Винг-чун, который довел до совершенства великий Ип-ман. Худощавый по своей природе и еще и живший в проголодь, Брюс, тем не менее, показал себя талантливым учеником, что подтверждает еще один его наставник тех времен – Сю Хонг Сун. Обычно у человека занимает от трех до четырех недель, чтобы выучить мои базовые движения. Но Брюсу понадобилось всего три ночи, чтобы выучить движения. Окрыленный мечтой демонстрировать приемы на большом экране, Брюс все еще не мог сосредоточиться лишь на изучении единоборств. Также он занимался танцами и даже победил на местном чемпионате по ча-ча-ча, впоследствии преподавал их, а по переезду в США, а именно в Сиэтл, подрабатывал в ресторане и давал уже уроки по боевым искусствам. Спросив и так далее о том, что есть кунг-фу, стиль, который он практиковал, Брюс бы ответил. Родина кунг-фу Китай – это предшественник карате и джиу-джитсу. Этот вид борьбы более подвижен, в нем большая текучесть, длительность движения. Вместо одного движения – два движения и остановка. Удар в карате подобен удару железным ломом. Удар в кунг-фу можно сравнить с железной цепью, на конце которой находится железный шар. Он поражает изнутри. Но чем глубже становились его познания в применении ударов и по мере того, как его понимание боя дополнялось знаниями, полученными на факультете философии, тем больше Брюс склонялся к созданию собственного стиля, который был бы отличен от существовавших в то время и отходил бы от признанных и, казалось бы, безусловных традиций. Я больше не верю в стили. Я не верю, что существует китайский способ борьбы или японский способ борьбы, или любой другой способ. Если у человека было три руки и четыре ноги, он дрался бы как-то иначе. Но коль скоро у нас у всех только две руки и две ноги, стили не могут так уж сильно отличаться друг от друга. Людей разделяют не стили, а собственные доктрины. Эти доктрины становятся догмами, и вы не можете изменить их. Ли уважал традиции боевых искусств, но не понимал, почему мастера чрезмерно на них сосредоточены и сурово чтят каноны, жертвуя более глубоким познанием стилей и проникновением в истинную суть боевого искусства. Собственный стиль Ли разрабатывал, исходя из принципа сохранения энергии, а также максимальной простоты и практичности. Брюс так и говорил, лишь одно определяет технику боя. Она должна быть эффективной по отношению к противнику. Все, что является украшательством, удаляется из его стиля. Он оставляет лишь те приемы, которые считает действенными в реальной ситуации, когда необходима самооборона. Брюс делал акцент не на обороне, которая бы позволила противнику задавать собственный темп в условиях реального боя, а на атаке, причем именно на атаке, которая предшествует атаку противника. Так и рождался стиль Джит Кун Доа, путь перехватывающего кулака. Его суть была в абсолютной свободе реакции на действия противника. Брюс говорил, не используй никаких способов в качестве способов, не имей никаких границ в качестве границ. Имелось в виду, что нельзя воспринимать все происходящее буквально, нельзя реагировать на инициативу оппонента лишь одним способом. Впервые Брюс Ли представил свое мастерство в своей ранней книге «Китайская канфу», опубликованной в 1963-м. Он также проиллюстрировал ее точными рисунками, которые подчеркивали каждый нюанс текста. Надо приспосабливаться, говорил Брюс, анализировать и познавать происходящее полностью, словно вода, которая заполняет сосуд, не подстраивая его под себя, но принимая его форму. Эту же мысль Брюс доносил и в своих немногочисленных ролях на Западе, например, в сериале «Зеленый шершень». По этому проекту его знает далеко не каждый, но современники отмечали, что тогда еще юный Брюс, сыгравший напарника главного героя, который боролся за справедливость маски «Зеленого шершня», запомнился зрителям чуть ли не больше исполнителя главной роли Вана Уильямса. Спустя годы Ван вспоминал, что работа с Брюсом стала для него совершенно особенным опытом. Юный актер уже впечатлял своими данными и способностями, и при этом крайне уважительно относился к коллегам. Уильямс отметил, что Ли была скорее чужда та роль, но он стремился заявить о тебе в киноиндустрии и брался даже за несколько несвойственных ему персонажей. В те времена у Брюса был еще сильный акцент, и все равно актеры подолгу общались с ним после съемок, обмениваясь опытом. Ли понимал, что он новичок в кино, и потому охотно внимал советам своего опытного коллеги. Ну а после Брюс демонстрировал свое мастерство и уже тогда поражал всех тем, как ловко он обращался с нунчаками и как исполнял приемы. Уильямс вспоминает, что от ударов Ли не то что уклониться, их сложно было даже просто уловить взглядом. Это была фантастическая скорость. Есть разные типы ударов. Зависит от того, куда вы бьете и какое оружие используете. Для глаз вы используете пальцы. Не волнуйтесь. Я ничего не сделаю для глаз или прямо в лицо. От пояса и вверх. И, конечно же, кунг-фу это очень коварно. Китайцы всегда бьют низко. Сверху вниз, в пах. Удар пальцами. Удар рукой. Удар ладонью. А затем вниз. Конечно же, затем они используют ноги. Прямо в пах или выше. Ты в порядке? Парень просто невероятен. В 67-м году на турнире по карате Ли предлагает концепцию контактного боя на основе джекундо. Но такое отступление Брюса от традиций пришлось по душе далеко не всем. Его осуждали не только многие мастера на Востоке, но и учитель, тот самый Ип Ман, который был против намерения Ли сделать Голливуд базой для собственного продвижения в киноиндустрии. Осуждали Брюса и на Западе. Китайская община в Сан-Франциско была против того, чтобы Ли брал в свои группы по изучению боевых искусств, желающих без каких-либо расовых разделений, делая учения открытым для всех. Впрочем, эту проблему Брюс решил очень просто. Пригласил критиков к себе, одолел их лучшего мастера и тем самым доказал свое право преподавать кунг-фу по собственному разумению. Брюс стал неспровергателем и мятежником, считая, что восточные боевые искусства слишком привязаны к своим традициям. Люди, которые не были такими уж мастерами боевых искусств, пропагандировали не боевые искусства, а собственные националистические взгляды, свои представления о мире, забывая о его реалиях. И вот уже движение Ли получает славу революционного, взгляды называют новаторскими, а в его школы стекаются не только новички, но и обладатели черных поясов. Брюс на глазах современников с собственным трудом и ясным взглядом на будущее боевых искусств сотворил свое имя и был готов к большему. Но в январе 70-го он закрыл все три своей школы, а в августе того же года в ходе тренировки Ли сильно потянул четвертый крестовый нерв позвоночника. Из-за этой травмы он на шесть месяцев оказался прикован к кровати, а последствия этого повреждения преследовали Брюса всю его жизнь. Зато во время долгого периода восстановления у него было достаточно времени, чтобы осознать, какими бы свежими ни были его идеи, ясными намерения и эффективными приемы, Голливуд не готов его принять, прежде всего, как китайца, которому на экранах был уготовлен очень узкий и стереотипный образ. Это так, всегда изображают какого-то подпрыгивающего типа с косичками и раскосыми глазами. К сожалению, такое существует везде. Никто не хочет идти на риск, но я их не осуждаю. Совершенно. Совершенно не осуждаю. То же самое происходит в Гонконге, если вы иностранец и становитесь звездой. Будь у меня... Будь у меня деньги, возможно, я сам выбирал бы себе роли. Но я не в обиде. Совсем не в обиде. Если ты честен сам с собой, это не имеет значения. Да, я китаец. У меня нет предрассудков или предубеждений, но я спрашиваю себя, как часто в фильмах бывают нужны китайцы. Да. А когда такое случается, это всегда один и тот же стереотип. Понимаете? Да. И я сказал, к черту все это. И потому Брюс решил вернуться в Гонконг и заявить о себе там настолько, чтобы Запад сам вожелал его как киногероя. Хорошо. Хорошо. Как раз таки приблизить происходящее в кадре к реалиям, в которых сам Брюс некогда рос и с которыми приходилось так или иначе сталкиваться его зрителям и было целью бойца. Что особенно запоминалось в Брюсе, большая часть бойцов сцепала на противника удары словно из пулемета. Зритель просто не успевал уловить их движение и видел просто мельтешение у себя перед глазами. Но Брюс, каждый его удар был показательно мощен и уникален в своем роте. Отточенный, выверенный и завершенный возгласом, я проникся этим стилем и по-своему вовлотил его в фильме «Кравовый спорт». Кунг-фу это всегда быстрое действие. Если вас кто-то хватает, вы не делаете так много шагов. Вы наступите ему прямо на подъем ноги и он вас отпустит. Это мы называем простотой. То же самое в нанесении ударов. Все должно быть основано на минимуме движений, чтобы все можно было выразить прямо. Одно движение и он уйдет. А делать это надо грациозно. Без а, криков и прыгания на него. Но действовать надо. И Брюс действовал. Опять же, я не сосредотачиваюсь на том, как он вышел на китайских продюсеров и фильм за фильмом обновлял рекорды по сборам в местном прокате. Вместо этого я хочу разобраться, чем запоминался Ли и цеплял зрителя и почему впечатляет до сих пор. Сразу несколько поколений зрителей выросли, в том числе на боевиках с Брюсом и, как мы после выясним, многих Брюс впечатлял еще в детстве. Очень быстрый и мощный. Техника невероятна. Он всегда бьет плохих и он очень быстро двигается. Но я нахожусь в еще более выгодном и беспристрастном положении. До того, как приступить к этому выпуску, я не смотрел ни одного фильма с Брюсом. Да, бывает и такое, как-то не доходили руки, но зато теперь выдели время для просмотра ключевых его работ доступных в Дети, а также многочисленных интервью его современников и последователей, я постараюсь выделить те качества, которые сделали Брюса Ли легендой. Во-первых, у героев Ли была четкая мотивация. Они не шли против зла по собственной инициативе, но не могли оставаться в стороне, когда страдали невинные, чтобы зритель осознавал. Насилие – лишь сопротивление против зла и несправедливости, но не самоцель. Я надеюсь, что картина, в которой я снимаюсь, либо объясняет причину насилия, либо говорит, правильно ли что-то было сделано или нет. Но, к сожалению, в большинстве картин насилия присутствует лишь ради насилия. 30 минут драки, 50 ударов клинком. Не секрет, что многие из приемов, которые Брюс использовал в своих фильмах, предназначались скорее для эффектности сцен, не являясь при этом примером реальных техник боевого искусства Джит Кун До. Однако, даже приемы, отобранные для съемок, также были максимально реалистичны, что значительно отличалось от веяний китайского кино тех времен. Что ж, рассуждал актер, если жанра нет, я стану его родоначальником. Брюс был очень требовательным к себе. Он начинал на Западе, будучи неизвестным китайцем, но требовал от себя только максимального успеха. И то совершенство в движениях, в контроле своего тела, он в итоге добился, оно вдохновляло. Мы, случалось, тренировались у него дома, так у него с потолка свисал огромный мешок для ударов весом почти 320 килограммов. И даже он словно складывался от ударов Брюса. Ударь его я, меня бы самого вдвое сложило. Но Ли бил так, что мешок просто сотрясался от его ударов и вовсю раскачивался. Брюс был невероятным. Действительно невероятным. Если существует способ, значит, существуют границы. Это мое кредо. Только мое. Воевое искусство возможность честно выразить себя. Сейчас это очень трудно. Конечно, можно устроить шоу, выглядеть самоуверенным, петушиться, чувствовать себя крутым парнем. Я знаю все эти трюки. Я могу обмануть, могу устроить настоящее шоу. Но выразить себя честно, не лгать самому себе, оставаться самим собой, вот это, вот это, мой друг, очень трудно. Это потрясающе трудно. Итак, Брюс был новатором. Он показал миру боевое искусство совершенно иначе, и люди сперва заметили, а после полюбили его. Но суть была не только в самих приемах, но и в том, как Ли их показывал, как добивался совершенства визуализации своего искусства. Именно Брюс в свое время донес мысль, что для съемки законченной и яркой боевой сцены недостаточно быть мастером единоборств, таких блага на Востоке хватало. Необходимо было свой удар показать так умело, чтобы зрители в кинотеатрах прочувствовали его мощь, будто бы находились рядом в реальности. Для достижения подобного эффекта в итоговый вариант фильма шли лишь избранные кадры, лишь треть от снятого материала. Ли был крайне требователен ко всем участникам съемочного процесса, но особенно к самому себе. В совершенстве, обладая техникой работы с теми же нунчаками, он порой записывал по 10 дублей одной и той же сцены, пока не был полностью доволен происходящим в кадре. Джеки Чан, один из лучших актеров файтинг-джанра в истории, которого многие называют достойным последователем Ли, в свое время работал актером массовки в фильмах Брюса и впоследствии вспоминал, что каждый раз, когда в очередной сцене Брюс сбивал его персонажа с ног, он старался упасть так, чтобы до окончания сцены вживую наблюдать за движениями звезды. Однажды Джеки и вовсе крепко досталась после жесткого удара, но боль как рукой сняло, когда после команды режиссера Брюс лично подошел к нему, помог подняться и принес извинения, что не рассчитал удар, который задумывался скорее касательно. Джеки и Брюса Ли связывают сразу несколько историй, так что кому интересно, пишите об этом в комментариях и я подготовлю отдельный выпуск на эту тему, но даже Чан с его навыками в боевых искусствах его всемирной популярностью не мог сравниться с Брюсом в плане харизмы и влияния на культуру. Итак, новый стиль и невероятно педантичный подход к работе в кадре это были фирменные черты новой звезды жанра, но вдохновлял ли не только своими навыками и глубоким анализом боя, но и физической формой, с которой какие только легенды не связаны. Не зря икона бодибилдинга Арнольд Шварценеггер называл тело Брюса эталоном полного отсутствия лишнего жира в организме. Бытует мнение, что Брюс при его росте около 171 сантиметра и весе от 57 до 65 килограммов был рожден с исключительными природными данными. Но это не так. Более того, с детства он скудно питался, что настолько вошло в его привычку, что даже став популярным актером, он все еще ограничивал себя в еде, пока наконец не вышел на новый уровень тренировок и рациона и в последующих фильмах демонстрировал максимум своей формы. Это особо бросается в глаза, сравнивая его форму в большом боссе и кулаке ярости и в пути дракона и выходе дракона. Своим вниманием к физической силе Брюс в принципе задал тренд на активные тренировки, в том числе с железом, для повышения эффективности в боевых искусствах. Не думаю, что кто-либо тренировался так же упорно, как Брюс Ли. И также не думаю, что кто-либо мог стать таким же целеустремленным инструктором. Чака Норриса и Брюса Ли в принципе многое связывали, и учитывая, как рано ушел из жизни Брюс, именно Чак впоследствии поделился многими откровениями об их взаимоотношениях. В процессе подготовки этого выпуска у меня скопилось множество интервью, хроник и редких кадров, которые лишь подчеркивают тесную связь Норриса и Ли, и как раз этой теме я посвящу один из ближайших выпусков на моем канале. Оставляйте лайк под видео, чтобы я понял, что вам интересен подобный выпуск, но давайте вернемся к Брюсу. Я помню, как впервые увидел фильм с Брюсом Ли. Это был выход дракона. Я был еще мальчиком, сидел у экрана вместе со своим отцом и не мог поверить своим глазам. Боец на экране был просто феноменален. Это теперь я уже воспринимаю его как первого азиатского бойца с отлично развитой мускулатурой, вижу конкретные приемы и так далее, но тогда я просто был в восхищении. Как он двигался, как он обращался к зрителю, как он выглядел. Это было идеальное оружие, воплощенное в человеческом теле. Фильм уже закончился, а я продолжал сидеть перед экраном под впечатлением. Именно благодаря ему я стал тем, кем меня запомнил зритель. Помню, как он вновь появился на экране, показал ширину своей спины и я такой вау. Когда Брюс показывал свой торс сухой и мускулистый, это было поразительно. И я горжусь, что был знаком с ним лично, что смог с ним пообщаться и горжусь, что именно на него равнялся. Долгие годы спустя я все так же говорю ему спасибо за пример, за игру и спасибо, что всегда был моим героем. Новатор, педант, мастер боевых искусств, человек с потрясающей харизмой и впечатляющей проработкой мышц, Брюс Ли стал героем своего времени. Ажиотаж вокруг фильмов с ним в главной роли был настолько велик, что порой показ фильмов приостанавливался, пока полиция пыталась разобраться с автомобильными пробками и скоплениями людей, которые тянулись к кинотеатрам. И потому мы можем только представить, каким шоком для многих стала внезапная смерть Брюса, на причинах которой мы в этот раз сосредотачиваться не будем, ибо официальная версия и так известна, отек мозга после реакции организма на лекарства, а допущения и теории так и останутся непроверенными. Документальные хроники демонстрируют кадры с его похорон, когда процессия собрала десятки тысяч людей, до сих пор не осадавших произошедшее, но это лишь видео. Реальный масштаб шока от трагедии могут передать только современники легенды. Я был в шоке, когда узнал о его смерти. Он значительно повлиял на меня. Я всегда старался развить свой собственный стиль, стать уникальным и выделяться, но именно Брюс во многом вдохновлял меня. Загадками окутан и последний фильм Брюса «Игра смерти», значительная часть материала которого была утеряна на долгие годы, после обнаружена, но итоговый вариант фильма был отснят по совершенно иному сценарию, что было связано в том числе с тем, что Брюс снимал картину с перерывами и в обратной последовательности, прописанных в изначальном сюжете событий. Этот фильм должен был выразить философию боевого искусства Ли посредством прохождения героем Брюса этажей пагоды и его сражениями с мастерами, каждый из которых представлял свой собственный стиль. При съемках этого фильма Ли предстал одновременно в качестве исполнителя главной роли, режиссера, продюсера, хореографа, автора сценария, художника-постановщика, оператора и даже осветителя. Он вложил в эту картину все свое умение и собрал состав выдающихся мастеров, но смонтированный годы спустя вариант, по словам фанатов, все же не соответствовал его планам. Как это бывает с теми, кто стал легендой еще при жизни, смерть Брюса в 32 года породила вокруг его имени множество слухов и мифов. При этом, какими бы невероятными они не становились спустя годы, любое сомнение в их правдивости воспринималось как оскорбление памяти Ли. И все же видео, где якобы Брюс играет в настольный теннис, отбивая шарик нунчаками или же поджигает спички молниеносным взмахом того же оружия, это не более чем рекламные ролики, отснятые в 2000-х и в кадре при этом, конечно, не Брюс, а летающий шарик или вспышка «Следствие монтажа». Современники Ли утверждали, что он мог несколько секунд удерживать гирю весом 32 килограмма на вытянутой руке, что высота его вертикального прыжка была более 2 метров, 300-килограммовый мешок от его ударов отлетал в сторону, а на одном пальце Брюс мог отжаться более 50 раз. Не собираюсь ставить под сомнение эти факты, но отмечу, что все свои достижения и способности Ли, как правило, фиксировал на камеру. И хотя тот же 1-дюймовый удар и несколько повторений сложнейших отжиманий были засняты, значительная часть приписываемых ему способностей не задокументирована, что, впрочем, не отрицает, что в теории Ли был на это способен. Ставить перед собой задачу разоблачить мифы именно в случае с Брюсом Ли это в принципе дело неблагодарное. Опыт подобных материалов на просторах YouTube уже подтвердил, что даже допущение, что некоторые факты о нем лишь легенды, обречены на осуждение и фразы «Это же Брюс Ли, а кто ты такой, чтобы его критиковать?» Но критиковать и поднимать исторические факты это все же не одно и то же, хотя, стоит признать, сомневаться в мощи Брюса Ли не дано даже куда более выдающимся и известным людям. Майкл Джей Уайт, известный актер и боец с телом бодибилдера, действительно популярный в своем жанре исполнитель с рядом запоминающихся ролей, в свое время на одном из телешоу в ходе Блица Проса позволил себе крайне неосторожное осуждение. Брюс Ли никогда бы не справился с... со мной? Серьезно? Вы говорите, Брюса Ли? Нет, ну, слушайте, Брюс Ли весил 60 килограммов, я тяжелее его на 45 кило. Как ни крути, размер имеет значение, это факт. Мы в слишком разных весовых категориях. Тем самым, Майкл совершил худшую ошибку. Чтобы ты не думал о Брюсе Ли и как бы к нему не относился, никогда не говори на публике, что ты бы его одолел. Правда это или нет, тебя накроет волной негодования фанатов Брюса. Так и вышло, и уже вскоре на 44-ю годовщину смерти Ли Майкл опубликовал отдельный пост, в котором признал, никогда в жизни он ни о чем-то не сожалел, как о сказанных ранее словах. Причем дело даже не в критике, а в том, что он невольно мог оскорбить память своего героя и бойца, на которого он всегда равнялся. Конечно, разница в весе имеет место, особенно в боевых искусствах, да и сам Майкл далеко не новичок в мире единоборств, но все же при обращении к широкой аудитории слова стоит выбирать куда тщательнее, да и самого Брюса Уайт почитает как величайшего в истории. К тому же, большой вес противников не помог бы им в бою с Брюсом. Именно такую мысль еще при жизни озвучивал мастер единоборств и исполнитель одной из ролей в фильме Выход Дракона Джим Келли. Мне повезло, за годы своей карьеры мне довелось потренироваться и биться с лучшими бойцами, я знаком с действительно великими мастерами, но никто из них не мог сравниться с Брюсом. Это сугубо мое мнение, но он был просто невероятен. Поверьте, вы не представляете, насколько он был хорош. Причем я говорю не об актерском мастерстве, я имею ввиду прежде всего боевые навыки. И поверьте, я не хочу тем самым проявить свое неуважение к другим бойцам. Просто я знаю, с кем в свое время спарринговался Брюс Ли. Сами эти бойцы об этом вам не скажут, но я-то знаю. Но даже в поединках с ними Брюс был неприкасаем, недоступен для их ударов. И вес бойцов тут ни при чем, он бился и с легкими мастерами, и с тяжеловесами. Причем даже, когда бойцы договаривались биться без ног только ударами рук, все равно Брюс был на совершенно другом уровне. Доска безответна. Но факт остается фактом. Будучи признанным мастером боевых искусств и профессионалом в демонстрации ударов на камеру, Брюс не провел ни одного соревновательного поединка за всю свою жизнь. В сравнении с тем же Чаком Норрисом, которого многие называют учеником Брюса, что в известной мере не соответствует фактам, однако к этой теме я еще вернусь. Действительно, в сети есть считанные записи показательных выступлений Ли, есть данные, что он проводил закрытые спарринги с мастерами со всего мира, но правда в том, что в реальных соревновательных боях он не участвовал, что, впрочем, не означает, что стиль Брюса не был бы эффективен в рамках турнира. Но правда в том, что все разговоры о реальных боях легенды, а также предположения, как бы он смотрелся против современных звезд смешанных единоборств, лишь допущения, которые, впрочем, неизбежны, когда речь идет о легенде масштабов Брюса. Причем боец продолжает вдохновлять своих последователей даже в наше время. Постоянные зрители моего канала наверняка видели два эпизода о Русее и Мае, уже восьмилетнем мальчике, который чуть ли не спеленно копирует движение Ли, повторяет его тренировки и уже снимается в фильмах. Дизайнеры Найки в свое время создали одну из лучших моделей кроссовок серии Кайри 3, вдохновляясь при этом талантом и харизмой Брюса Ли и Коби Брайанта, а киноделы уже анонсировали возможные ремейки фильмов Ли или как минимум картины с его героем. Речь идет о переосмыслении выхода Дракона, а также о девятом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Хотя, уверен, иные мои зрители выразят изрядный скепсис, мол, фильмы Брюса это классика, которая не нуждается в ремейках. И да, друзья, повторюсь, в этом выпуске я не стремился охватить каждую страницу жизни Брюса. Благо, великого бойца и актера, если вам это будет интересно, я еще вернусь. Этот спецвыпуск скорее попытка вспомнить, какие черты сделали Брюса легендой, и если я, к своему стыду, познакомился с творчеством Брюса только теперь, то моим зрителям наверняка есть чем поделиться. Какой фильм с Брюсом вы увидели первым, какое при этом впечатление произвел на вас Ли, а также повлияла ли на вас его философия? Как и все, ты хочешь научиться выигрывать, но не признаешь возможности проигрыша. Принимать поражение, научиться умирать, значит освободиться от смерти. Спасибо каждому, кто оценил мои старания. Как автору мне, конечно, хотелось бы получить от вас обратную сеть в комментариях, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. При этом отдельное спасибо за помощь в сборе информации Павлу Бельба. У него на канале также на днях выйдет выпуск о Брюсе, и, друзья, рекомендую его посмотреть по ссылке, которую я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Материал для вас подготовил Андрей Луценко. Вы смотрели GioB Channel. Освободи свой мозг. Стань бестелесным, бесформенным, как вода. Представь, что наливаешь воду в чашку. Она стала чашкой. Нальешь ее в чайник, она станет чайником. Вода может течь, может стелиться, может капать или разбиваться. Будь водой, мой друг.